Героем Николай Николаевич себя не считает. Я просто служил Отечеству, говорит мужчина. О жизни в то время, пока шла война, он может рассказывать долго, воспоминаний много. На фронт его отправили, как только исполнилось 18, в дан 1943 году. Николай Борисов оказался в Кронштадте. Там находился на должности моториста. Приходилось учиться многому, в том числе водолазному делу. Мы опускались на дно, и вот они что делали, командир наш? Ну, конечно, сначала теория была, а потом говорит, задача новая такая. Какая? Надо, вот я сейчас, видите, болт имею с гайкой. Ваша задача будет сейчас найти этот болт и гайку на дне этого куба. В самом Ленинграде Николаю Борисову служить не пришлось. Но, как отмечали снятие блокады города, помнит до сих пор. Салютом во все окна, говорит ветеран. У каждого солдата тогда была своя винтовка, а патроны находились в сейфе, ключ от которого держал у себя дежурный по роте. Вот когда мы это узнали, сразу на него навалились, давай нам патроны. Открыли сейф, ну и раздал он кому сколько получилось патронов. Открыли окна и начали салютовать. Вот так мы отметили это вот освобождение блокады. Дню снятия блокады в этом году исполняется 73 года. Лично поздравить с этой датой и выразить слова благодарности защитнику Ленинграда Николаю Борисову пришел исполняющий обязанности главы администрации Первоуральска Валерий Хорев. И, конечно, не с пустыми руками. Специально изданная книга о жизни опаленной блокады. Ну, все понятно. Питер, я, конечно. Это тоже вам. И вот еще один подарочек от администрации. Ну, боже мой, это что-то уж лишнего, наверное. Нет, это все лишнее. Вы достойны большего на самом деле. Большего. Да, это все. А мне кажется, сейчас самое главное тут – внимание, внимание вот таким людям. Согласен с вами, согласен. Несмотря на тяжелое время, которое пришлось пережить, Николай Николаевич не перестает радоваться жизни. Он бодр и совсем не скажешь, что готовится отпраздновать свой 91-й день рождения.